Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Английский для всех, English for Everyone. С вами Сергей. Мы сегодня продолжаем изучение английского языка по книге Дракула, произведение Брэма Стокера. Спасибо за то, что подписываетесь на мой канал, что ставите пальцы вверх. Кстати, сейчас прямо поставьте палец вверх, кто уже со мной знаком и примерно понимает, что ждет его на протяжении этого урока. Будет увлекательно, интересно и все очень просто и доступно. Ну что, поехали! His bloody mouth smiled more horribly than ever. I dropped the hammer and stood there shaking. What could I do now? Переводим. Suddenly, внезапно, вдруг. Suddenly, I wanted, я захотел, to kill, убить. I wanted to kill. Мы видим здесь to, потому что два глагола. Want, хотеть. Kill, убивать. Когда в английском языке стоит два глагола, между ними обязательно будет их маленький ребенок. Это частица to. Таким образом, два глагола не могут быть без to. Внезапно, I wanted to kill. Я захотел, мы видим окончание иди, прошедшее время. Я захотел, to kill, убить. Count Dracula. Графа, count, граф. Дракула, Дракулу. I took a workman's hammer. Я took, взял, a workman's. Work – это работа. Man – человек, мужчина. Workman's – workman. Словосочетание означает работник. Workman – работа, человек, мужчина, работник. Все очень просто. Workman's – мы видим s через апостроф. Из прошлых уроков уже знаем. Если s через апостроф, никакой речи о множественном числе. Только принадлежность. В данном случае что-то кому-то принадлежит. Harmer – это молот. Так вот, молот принадлежит работнику. Workman's – hammer. I took a workman's hammer. Я взял молот работника. And began to bring it down. And began. И начал. To bring it – подносить его. Ну, bring – мы знаем приносить, но так же самое в контексте и подносить. Bring it down. Мы понимаем, что it – это означает hammer. Речь идет о молоте. Bring it – подносить его куда? Down – вниз. Heard – тяжело. То есть тяжелый был молот, и было тяжело его подносить. Вот он еле-еле его нес. Onto that horrible. Onto that. К тому horrible ужасному. Smiling – улыбающимся. Face – лицу. Smile – улыбаться. Smiling – мы им. Это правило герундии. Инговое окончание. Инговое окончание употребляется в том случае, когда глагол действия происходит прямо сейчас. И когда нам нужно сделать из «что делать?» делать что? Какое-то состояние. Так вот, smiling – означает улыбающееся. Smiling face – улыбающееся лицо. Давайте заново. Я взял молот работника, рабочего. И начал подносить его вниз. Heard – тяжело. Onto that horrible smiling face. На то horrible, ужасное, smiling, улыбающееся, face – лицо. But just then the head turned and the cow's burning eyes looked at me. But, но, just then, только потом, как вот он поднес, только потом, the head, голова, turned, повернулась. To turn – поворачиваться. Turned – окончание – иди, мы видим это прошедшее время. Turned – голова повернулась только потом, как вот он к нему подкрался. And the cow's burning eyes – и, мы понимаем, что cow's – это у нас графские какие-то, что-то, о чем-то сейчас будет идти речь. Burning – гореть. Burning – горящие eyes – глаза графа. Вот, речь идет о горящих глазах графа. Looked at me – смотрели на меня. Looked at me. His bloody mouth smiled. Его – his bloody – кровавая. Blood – кровь. Bloody – вот это и делает нам вопрос, какое? В данном случае кровавая. Bloody mouth – его кровавый рот. Mouth – рот. Smiled – улыбался. To smile – улыбаться. Smiled – видим иди, прошедшее время. Smiled – more. Более. Horribly. Ужасно. То есть еще более ужасно. More – более. Horribly. Вот это – лы. Еще более ужасно. Than ever. Чем? Than ever. Когда-либо. Вот такая мерзкая улыбка была, что просто додрожи. I dropped the hammer. Я бросил the hammer. Молот. And stood there. И стоял там shaking. Дрожа. What could I do now? What – что – could. I do – я делать now. Сейчас сам Сибирон задает вопрос. Just then, I heard the sound of voices. The workmen were coming back. I hurried back up the stairs to the count's room. Below, I heard the noise of a key. The workmen were opening a door. So, there was another door to the outside down there. Just then, только потом, I heard, я услышал, the sound. Звуки of voices. Звуки кого? Of. Мы ставим, когда принадлежность. Звуки voices. Голосов. Voice – голос. As в конце, без апострофа, множественное число. Voices – голосов. Sound of voices – звуки голосов. Принадлежность. The workmen – работники. Вот men, мы уже знаем из прошлых уроков, что множественного числа у man через e, у мужчины, нет. Так как здесь у нас стоит e, это множественное число. Workmen – люди. Workmen – люди. Were coming back. Возвращались назад. Were – это указывает на прошедшее время. Were coming back. Люди возвращались назад. Вот этот coming, инговое окончание, указывает на то, что действие происходило в тот момент, но в тот момент они прямо двигались. То есть они заняты были этим процессом. Да, это был тот момент, но они были в тот момент в движении. Так вот, вот это war, вроде бы нам указывает на прошедшее время, но coming говорит нам о настоящем. Да, есть такое время в английском языке, прошедшее, продолжительное. То есть когда речь идет о том, что в какой-то момент действие было, но оно в тот момент совершалось. Не парьтесь, все просто. Больше текстов, больше встреч с такими вариантами, и все зайдет. Так вот, the workmen – люди. Возвращались back, назад. Ну, просто мы можем сказать, the workmen were coming back. Возвращались. I hurried back up the stairs. Я поспешил. Hurried back up. Я поспешил вернуться. Back up. The stairs. Up the stairs означает наверх. Up, мы знаем. Up the stairs. Речь идет о каком-то этаже, он поднимался куда-то вверх. Так вот, I hurried back up the stairs. Сейчас я поспешил вернуться наверх. To the counts room. В комнату графа. Counts. Видим? Апостров с. Принадлежность. Counts room. Комната графа. Below. Ниже. I heard the noise of a key. Below. Ниже I heard. И я слышал. The noise. Шум. Я слышал шум of a key. Ключа. The workmen were opening a door. Работники. The workmen. Разобрались уже. Работники. Were opening a door. Опять та же история. Were coming back. И were opening. Они в тот момент, как бы для него, это было вот там 5 секунд назад. Уже вроде бы прошлое. Но вот в том прошлом, 5 секунд назад, они были в процессе действия. Они открывали. Так вот, the workmen were opening a door. Работники открывали двери. So, there was another door to the outside down there. Давайте теперь внимательно посмотрим на это предложение. Мы понимаем, что если дословно соблюдать перевод, мы переводим так. So, так и так. There, там, was, была, another, другая, door, дверь. Все просто. To the outside. To the, мы знаем уже в направлении куда-то. To, to the outside, снаружи. Но down there обозначает внизу. Там внизу. Так вот, это предложение мы переведем, как бы, используя so и так. И повернемся в конец. Down there, внизу. Итак, внизу. There, там, was, another, была, другая, дверь. To the outside, наружу. Давайте я вам прочитаю повторно. So, there was another door to the outside down there. I listened carefully and heard the sound of hammers. They were getting the coffins ready for a journey. Perhaps to England. I remembered the count's words about his plans to visit my country. I listened carefully. Я слушал. To listen означает слушать. Listened – это простой глагол. Соответственно, при окончании – иди, мы получаем прошедшее время. I listened – я слушал. Carefully – внимательно. Be careful – будь внимателен. Be careful driving. Будь внимателен за рулем. Driving – когда управляя машиной. To drive – водить машину. Driving – инговое окончание. Едя. Да, то есть, скажем так, управляя, будучи за рулем. Так вот, carefully – внимательно. I listened carefully. Я внимательно слушал. And heard и слышал the sound – звуки of hammers. Звуки кого – of, соответственно, hammers. Молотов. Все правильно. И Риббентропа. Просто молотов. Молотков. They were getting the coffins. Опять же, они в тот момент, когда он это все видел, он пересказывает. В тот момент, пускай это было 5 секунд назад, 3 минуты назад, минуту назад, но они были заняты. Вот опять это время. Они были заняты, в тот момент они как раз это делали. Они приготавливали. Getting the coffins ready. Ready. То есть, это, are you ready? Ты готов? Так вот, речь идет о готовности. They were getting. Они готовили гробы. For a journey. К поездке. For a journey. Journey – поездка. Perhaps, возможно, to England. Возможно, в Англию. Опять, to означает направленность. Куда-то. To England. I remember read the count's words. I remember read. Иди. Пять глаголов в прошедшем времени. Я что сделал? Вспомнил. Верно. Я вспомнил. To remember. Помнить. Remember read. Я вспомнил. The count's words. Слова, кого? Графа. Counts. Принадлежат графу. About. Об. His. Его. Plans. Планах. To visit. Посетить. My country. Мою страну. I remembered the count's words about his plans to visit my country. I turned to run back downstairs to find this open door. But I was too late. A cold wind ran through the castle, and with a crash, the door at the top of the stairs closed and locked itself. I could not get back down the stairs. Translate. Переводим. I turned to run back downstairs. Так, смотрим на все предложение. Давайте так, фокусироваться. I turned to run back downstairs. Downstairs, мы понимаем, что это уже вниз. Downstairs. Ran back. Мы понимаем, что вот он, что делает? Ran, run, ran. Бежать это run. Ran вторая форма. Ran back означает, что возвращаться куда-то, бежать куда-то, да? В обратное место. I turned, я повернулся, to run back, чтобы побежать downstairs, вниз. To find, найти, this open door. Эти открытые двери. This open door. But I was too late. But, no, I was too late. Я опоздал. Was, здесь не переводим. Оно просто нам указывает на прошедшее время. Too late. Опаздывать. I was too late. Я опоздал. A cold wind. Холодный. A cold wind. Ветер. Ran. Бежал. Дул, можно сказать, да? Ну, вот он бежал этот ветер. Мчался. Through the castle. Через. Through the. Через. Castle. Замок. Или можно сказать, бежал по замку. Дул по замку. То есть, вот ветер там везде сквозняк был. And with a crash. И с грохотом. Crash. Грохот. The door. Двери. At the top of the stairs. Так, у нас был downstairs. А теперь top of the stairs. Top – это верх. И мы понимаем, что вот эта вся фраза, top of the stairs, переводится как вверху. The door. Дверь наверху. Closed. Закрылась. And locked itself. И заперлась. Скажем так, захлопнулась и заперлась. Itself означает сама. То есть, она сама лично. То есть, ну, какая-то магия. Она закрывается и щелк-щелк, замок сам поворачивается, как в ужастиках. Ну, у графа, ну, Дракула, это же в принципе и так ужастик. Так вот, дверь у нас closed, закрылась. And locked itself. И заперлась сама. I could not get back down the stairs. I could not. Could – это вторая форма глагола can. I could not. Can – это мочь. Could – то же самое. I could not get. Я не мог. Прошедшее время. Я не мог get back, вернуться. Down the stairs. Вниз. Down the stairs. Вниз. Я не мог вернуться вниз. Все. Все захлопнулось, закрылось, заперлось. И он не мог уже вернуться вниз. Soon I saw from the window the heavy carts full of coffins, and the workman drove away. I was alone in the castle with those terrible vampire women. Soon. Вскоре I saw – я увидел. See – to see – видеть. Saw – увидел. Вскоре я увидел. I saw from the window – из окна. Когда мы спрашиваем where you from, откуда ты, I from, и говорите страну, то, соответственно, в данном случае, вот это from будет из. Из откуда ты, я из оттуда. I saw from – я посмотрел из the window – окна. The heavy carts full of coffins. Тяжелые. Carts. Carts – это тележка. Carts – тележки. Full of – означает наполненным. Full of – вот это словосочетание. Full of coffins. Они были наполнены гробами. And the workman и работник, рабочий, drove away – уехал. Drove – вторая форма глагола от первой drive. Drove. Drove away – уезжать. I was alone in the castle. I was, я был, alone, один, in the castle, в замке. With those, с теми, terrible, ужасными, vampire women, вампиршами. While I was writing these words in my diary, I decided what to do. I must try to escape. I shall try to get down the wall outside. The window is high above the ground. But I have to try. I shall take some of the gold with me. If I escape, perhaps it will be helpful later. Translate. While. Пока. Пока вот что-то не случилось. While. Вот так это переводится. While I was writing. Пока я писал. Опять же у нас это время. Не буду грузить вас названиями. Вы должны просто на ощущениях это понимать. То есть он писал, он был в процессе. Но сейчас вот он говорит, что он этим был занят тогда. Он пересказывает. Прошедшее время. Но в том прошедшем, в том прошлом, он был занят конкретным делом. Поэтому вот это was и к глаголу добавляется инговое окончание. И указывает нам как раз на прошедшее время, но действие протекало в тот момент, в ту секунду. While I was writing. Пока я писал these words, эти слова, in my diary, в мой дневник, I decided what to do. Я решал, что делать. What to do. I must try to escape. I must. Я должен try, попытаться, to escape, сбежать. I shall try to get down the wall outside. I shall try. И вот здесь, внимание, мы знаем, что указатель на прошедшее время это will. Но, друзья мои, нам здесь встречается shall. Что же это такое? I shall try to get down. Я должен попытаться спуститься. The wall outside. По стене снаружи. Почему же не I will try? Все очень просто. Можно и I will. Никаких проблем. Но здесь мы уже, эта книга достаточно более серьезного уровня, и здесь мы понимаем, что автор насыщал разнообразием английских слов данный текст. Так вот, shall try, вот это shall, указатель на будущее время, оно использовалось и используется для того, чтобы отобразить от первого лица. Я и мы. I shall, we shall. I shall go. Я пойду. We shall go. Мы пойдем. А вот will используется со всем остальным. You will go. Ты пойдешь. She will go. Она пойдет. He will go. Он пойдет. They will go. Они пойдут. It will go. Это пойдет. Если речь идет о каком-нибудь животном, да? Собачке, кошечке. Так вот, не пугайтесь. Если вы скажете I will или I shall, никакой ошибки, в принципе. То есть, для красоты речи, конечно же, если вы выразитесь где-нибудь за границей, используя shall при собственном местоимении, I, I shall, ну как бы на вас посмотрят и скажут, oh my god, he has a great English level. Он, у него классный уровень английского. Если вы скажете will, ничего страшного, абсолютно, не менее, не меньшего уважения вы будете достойны, люди, в принципе, ничего не заподозрят. Да, услышав shall, они подумают, вау. Так вот, это уже вам решать, что вы хотите употребить. Shall или will, когда вы говорите о себе. I shall go или I will go. Я пойду. Переводится и так, и так. I will try, я попробую. I shall try, я попробую. I will watch, я посмотрю. I shall watch, я посмотрю. И так далее. Берете все глаголы и начинаете жонглировать. I will, I shall, I will, I shall. Но когда he, she, it, тогда только will. You will, they will, he will, she will, it will. Ну, думаю, понятно, разъяснил. Если что, перемотали меня назад и прослушали заново. I shall try, я попробую. To get down. Спуститься. The wall outside. Снаружи стены. По стене снаружи, можно так. The window is high. The window. Окно is high. Высоко. Above the ground. Высоко. Над the ground. Над землей. But I have to try. But I have to try. Здесь уже я должен. Не must, а I have to. Это более лояльный вариант сказать я должен, потому что must означает, ну прям вообще должен и все, и безапелляционно. I have to. Это такое более легкое выражение. I have to go. I'm sorry. I have to go. Извините, я должен идти. Урок окончен. То есть, I have to go. Так вот, but I have to try, но я должен попытаться. I shall, опять, take some of the gold with me. I shall take, опять, потому что I, поэтому shall, будущее время. I shall take, я должен взять some of the gold, золото, немножко золота, with me, со мной. If I escape, если я сбегу. If, если. I, я escape, сбегу. Perhaps, it will be, perhaps, возможно. It will be, видим это будущее время. Will be helpful, будет полезным. Later, позже. То есть, я прихвачу со мной немного золота, и, возможно, позже оно будет мне полезным. I shall take some of the gold with me. If I escape, perhaps, it will be helpful later. Итак, друзья, мы с вами прошли еще один урок по роману Дракула. Поставьте сейчас прямо палец вверх, не забудьте, потому что это помогает моему каналу двигаться вверх и расширять аудиторию. Спасибо, что подписываетесь на канал, спасибо, что ставите лайки, спасибо, что лайкаете чужие комментарии, что пишете комментарии. Это все помогает в продвижении моего канала вверх, в топ ютуба. Итак, друзья, как всегда, хочу вам пожелать, be happy, будьте счастливы, be clever, будьте умны, be strong, будьте сильны. See you soon, увидимся вскоре. See you tomorrow, увидимся завтра. See you next time, увидимся в следующий раз. Bye-bye, guys. Субтитры сделал DimaTorzok